Я хочу вам ответить на эти вопросы. Угарская область очень сложный регион. Очень сложный. И даже вот в этом регионе нет единого полиса. Все люди имеют разные мнения. Поэтому, если северные районы области в основном патриотично настроенные граждане, то юг, там где копанки, шахты, где основная промышленная зона, то там, как раз, наоборот. Кроме того, близость государственной границы позволяет казачкам, в Российской Федерации приезжать, проводить там свою работу. Что они и делают с успехом. Делали до, делали во время, будут делать дальше. Вот в связи с этим-то и необходимо нам перекрывать границу. Но и это не самое главное. Главное поменять сознание людей. И очистить мозги промышленной российской пропаганды. И не заставить, а донести до людей мысли, что мы-то не враги с ними. На самом деле с простыми луганчанами, с теми, кто не запятнал себя кровью, с теми, кто не участвовал в этом, в этой вакханале, в этом беспределе. Большинство жителей на данный момент в городе Луганске против того, что происходит в их городе. И если вы знаете, в городе Луганске буквально вчера ночью весь Луганск клеили листовками сепаратистов, убирайтесь, иначе мы будем вас уничтожать. И подписаны русскоязычные жители Луганска. То есть и сейчас там есть люди, которые стоят на нашей стороне, и мало того стоят, они еще и осуществляют с риском для своей жизни какую-то деятельность, как вот то, расклеивание листовок. Чтобы вы понимали, за это могут на месте расстрелять сейчас луганские. Не спрашивая вообще, что это делается, как и зачем. Но вот эти действия жителей Луганского, в частности, то есть это действия за Украину или против вот этой вот войны? Вы поймите, очень сложно людям сейчас сориентироваться. Буквально месяц назад они все с восторгом ходили с этими георгийскими ленточками. И было весело, как. Ну, свой Майдан Луганский, да? Как замечательно мы все, тут россияне, мозги промытые российским телевидением, пищали от восторга, как все хорошо получается. Очень быстро этот восторг сменился полным отрицанием. Почему? Потому что в городе начались грабежи, маратерство, беспредел. Ну, это же закономерно, мы же понимаем, если на руках оружие, если больше половины стволов из СБУ бы шло в неизвестном направлении, и сами все протесты, где они находятся на данный момент, то, скорее всего, это оружие находится в банках мародеров, грабителей и просто там людей, лишающих свои проблемы за счет вот этой ситуации. Естественно, это пугает людей, естественно, это людей отталкивает, и, естественно, люди выражают свою позицию, даже, скорее, подобного рода листовки. В столице Луганска, основное гнездо у нас было, сепараторов. Когда вертолеты начали работать по ним, жители вышли на блокпост и выгнали сепаратистов оттуда. Сказали, уходите, пока вас не было, нас не бомбили. Вот и все. Выгнали без оружия местных жителей вооруженную банду с блокпоста. Субтитры создавал DimaTorzok